добрый день 15 июня давайте посмотрим что готовит нам рынок форекс на сегодня никакие движения были вчера заранее хочу извиниться мне так шуточной форме конечно я это понял один из участников чата в личке написал не хотел бы ты евгений извиниться за свои прогнозы я в вчерашнем обзоре сказал что буду все 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 закрывать скажем так может быть немножко неправильно выразился то есть я хотел обязательно все это дело закрыть до оглашения процентной ставки по фрс и после того как выложил обзор пока сам просмотрел там о чем я говорил пока поотвечал на некоторые вопросы скайпе произошла первая новость открытие американской сессии и я если честно абсолютно не закрыл сделки которые у меня были открыты вот на этой первой новости вот на этих первых импульсов что произошло мы все знаем те кто отслеживает на сделки могут посмотреть ну как бы получается что я немножко обманул всех до сказал что закрою а в реале ничего не закрыл поэтому я не стал закрывать сделки и на оглашение процентной ставки то есть я уже решил если я попер до конца то буду идти до конца что из этого вышло могу немножко показать немножко подготовился и поэтому давайте вместе глянем то есть наши прогнозы которые были давайте посмотрим евро доллар вот он был наш прогноз вот здесь стоял у меня первый тейк на области максимального торгового объема и на уровне банковского на банковском уровне здесь стоял второй тейк что из этого вышло вот мы видим первый тейк у нас четко закрылся до второго тейка цена не дошла по моей торговой системе при закрытии по первому тейку сделка переводится в положительный безубыток вот было закрытие второй части сделок далее австралиец вот это был наш прогноз который мы давали еще два-три дня назад получается по нему был вход первый тейк стоял на обновлении хайл второй тейк стоял на недельной контрольной зоне вот что из этого вышло закрылся первый тейк со сквизом и вот здесь закрылся второй тейк далее это у нас доллар швейцарец то есть вот здесь было открытие сделки вот здесь я ничего не закрывал вот результат обе части сделки закрылись по стоп лоссу все по-честному я здесь потерял один процент от депозита смотрим далее это иена вот эти скрины вот такой обзор у нас был то есть вот он паттерн ложный пробой вот такой вот результат отработка первой части вторая сделка сейчас находится вторая часть сделки находится в безубытке ничего делать не будем тейк у нас находится вот на этой зоне на этом скрине не видно немножко ниже утра но второй тейк находится там же но вот эта сделка была немножко не по системе то есть я показываю все свои сделки которые были открыты здесь был вот такой ложный пробой над по которому мы в прямом эфире работали открывались сделка была закрыта в пятницу я решил просто догоном зайти уже на прибыли рискнув именно частью прибыли то есть и совсем минимальный лот выставил и вот что из этого получилось то есть сделка была закрыта один сотый лот вот это был закрыт по безубытку эта сделка была чисто в систему я с ней не пытался как бы не заработать не потерять то есть пытался отработать момент догона вот такие пять сделок у меня вчера были каждая сделку входил двумя объемами и двумя лотами и поэтому вот такие вот результаты итоговый плюс там был порядка девяти процентов что я хочу сказать по этим сделкам это неправильные сделки были по ведению этих сделок то есть я всегда планирую закрываться перед важными новостями до либо переводить в безубыток то есть по-честному я должен был заработать только на австралийцы да то есть вот эти сделки у нас были до выхода этих новостей вот это должна была быть моя сделка перевод безубыток и закрытие второй части сделки вот это было бы по-честному все остальное хотя вот только вот здесь порядка семи процентов мы отставить вру порядка четырех с половиной процентов только вот здесь мы заработали все остальное по идее я должен был закрывать гораздо раньше то есть еврика я хотел планировал закрывать здесь но не закрыл ну скажем так повезло победители не судят но заранее перед теми кто все-таки послушался моего и закрылся ну как бы заранее занять давайте глянем что сейчас первое что хочу сказать ребята после таких полетов после таких разлетов никто абсолютно не знает куда пойдет дальше цена то что здесь был огромнейший выход из позиции всех как по прибыли так и по стопам то есть рынок у нас сейчас стал более-менее тонкий по сравнению с тем что здесь набирали с объемом поэтому что-то предсказывать будет достаточно сложно но давайте быстренько попробуем все это дело рассмотреть и спрогнозировать наше движение и так у нас появился по еврику новый хай отбой произошел четко в уровень 1 2 о чем это говорит о том что вот здесь сто процентов зашли покупатели эти покупатели зашли у нас однозначно те кто работает by стопами вот таких чудиков постоянно разводят market maker вот они здесь набрались с огромной долей вероятности мы можем сказать что те кто здесь работали с плечом один к четырем то есть достаточно крупные банки хедж фонда они уже сразу же отступились те кто работали с плечом один к двум они стараются защитить свои позиции остановка произошла четко на одной второй сейчас идет такой вот расколбас как мы будем здесь работать опять же вспоминаем все то же самое то есть наше предсказание чего мы ждем первое пробой минимума второе пробой максимума ртс и поход вверх мы ждем вот такой вариант точка входа должна быть где-то здесь пробоя вот этих минимумов сейчас секундочку рисовалку запущу пробой вот этих минимумов я не допускаю для поиска точки входа на покупку сигнала на слон этого движения пока не было объемы я сегодня смотреть не буду потому что но они ничего реально сегодня не покажут потому что все что все объемы которые были здесь вот и здесь по выносила сейчас то что будет накапливаться мы это будем смотреть последующие дни сегодня смотреть не буду и так еще раз пробой вот этих минимумов для себя не допускают первые цели обновления хаев вторая цель это у нас получается среднесрочная вот эта зона можно уже до сюда пытаться держать далее смотрим что нам показывает сантимент и толпа толпа до сих пор продолжает в основной своей массе находиться в продаже поэтому движение вниз не желательно для маркет-мейкер соответственно мы должны искать только покупки что нас может здесь остановить достаточно неплохое скопление лимиток но она находится вот здесь снизу поэтому вообще не желательно чтобы найти минимумы обновляли стопы есть у нас как вот эти хорошие стопики так вот эти хорошие стопики вероятность того что мы зацепим вот эти первые стопы что-то здесь порисуем и пойдем пробивать дальние стопы тем самым обновляя вот эти хаи очень высокая поэтому продолжаем работать только вверх в прибыли у нас сейчас в моменте но вот вы видите да вот на этом расколбасе вот всех полоносила все по выходили сейчас 50 на 50 у нас участники рынка находятся в прибыли сейчас покупатели в прибыли что в принципе нам не дает дополнительного сигнала в моменте на покупку все-таки пытаемся нарисовать ложные пробои которые мы говорили вот здесь будет что-то такое пытаемся работать вверх далее фунт доллар опять же ничего не поменялось у нас что мы эту зону не пробили что мы эту зону не пробили это для тех кто не верит в работоспособность этих зон не верит то что они что-то значат посмотрите то есть как вот здесь держат защиту вот эти покупатели вот они малюсенькие мы не говорим даже вот про эти кто здесь где там затарился вот только вот эти покупатели это именно они организовали вот такой же железобетонную пока стену кто держит сверху вот эти малюсенькие продавцы буквально те кто вошли на самом минимуме два-три пункта вот здесь вот диапазончик именно они держат свои позиции не даются не закрыться выше выставляет класс лимиток с плечом один к двум именно один к двум работают сейчас люди поэтому пока не произойдет либо выхлоп сюда либо выхлоп сюда мы ничего не прогнозируем ничего не смотрим по действиям толпы в принципе я так понимаю здесь тоже ничего сильно не изменилось всех повыносили всех разносили но по самому по крупнейшим брокерам что мы можем сказать в основной своей массе толпа находится в продаже что принципе запрещает нам продавать сейчас то есть возможно идет набор покупок обращаем внимание вот интересный момент в текущих заметил что же это у нас такое что же это у нас такое какой-то ярко выраженный стоп либо кто-то один по жесткому уже зашел в позицию в покупку поэтому пытается защитить но вернее не пытается а вот она постановка стопа этот кто-то зашедший в покупку не знаю кто это есть либо это кто то кто пытается зайти на пробой вот этих уровней то есть здесь стоит достаточно большой объем на продажу такой объем чеда что в принципе ничего не защищает вот такой объем может сработать суда если здесь стояла защита турнина то ордер селл стоп сработала бы сработка и откат назад пока смотрим в общем за фунтом также продолжаем наблюдать ничего не делаем австралийцы тейки отработал зона отработана откат пошел опять же четко до зоны закрытия ниже не было соответственно смены тенденции у нас не было точки входа здесь я не вижу потому что здесь не было никакого контрольного максимума если бы у нас ситуация развивалась вот таким образом естественно на пробой к мы бы пытались работать их но я так понимаю здесь опять были какие-то новости мы скаканули сейчас точки входа нет покупать на хаях могут только самые глупые люди потому что первый тейк у нас должен стоять по обновлению хаев следовательно покупать мы здесь не будем сейчас чего ждем либо обновление хая и после этого рисование новых зон и уже работа на откате по этим зонам либо второй вариант все таки мы придем ниже и где-то здесь нарисуем сейчас паттерн на 1 2 и тогда уже будем пытаться работать вверх что нам показывает толпа куда сидит толпа я так понимаю что должны быть в продажах да мы это видим в основной своей массе в продажах но среди крупных игроков это принципе выражено 50 на 50 ничего сверху естественного нет прибыли у нас покупатели что неудивительно давайте глянем стопы либо лимит очки что нас может здесь остановить если честно не вижу ничего такого сильно явного сильно что может остановить обращаем внимание просто вот на этот уровень месячного тэф который мы в принципе уже прошли за пол месяца вероятность вероятность того что вспоминаем обзоры прошлого месяца и вспоминаем как эти паттерны отрабатывались вероятность того что мы выше не пойдем очень высоко опасно сейчас работать вверх но по системе если работаем то работаем вверх немножко уменьшаем размерность лота новозеландец значит достигли мы после этих зон у нас здесь прогноз был следующая зона была золотая дкз мы ее достигли отбой был у нас в область 1 2 я даже уже заранее вот эту зонку нанес хотя по идее быть ее еще не должно когда мы находимся сильно ниже 1 2 но закрепления ниже еще не было мы не рассматриваем покупки которые мы должны рассматривать дальше но и продажи рассматривать не имеем права потому что закрепление не было чтобы мы не хотели этот инструмент 100 процентов на сегодня пропускаем никаких паттернов мы не рисуем ждем как поведет себя цена закроется выше будем завтра на откате пытаться работать вверх закроется ниже на откате опять же вверх будем пытаться работать низкой этой недельной зоне если мы ее еще не достигнем просто смотрите наблюдаете поэтому внутри дня что мы можем сделать давайте глянем по новозеландцу внутри дня большее количество игроков соответственно у нас в продаже поэтому по идее продавать мы не имеем права сейчас мы находимся на вот этих уровнях до которые мы долго до тестировали принципе отбой отсюда очень даже актуален и поход вверх безопасность топ соответственно за этот минимум достаточно опасность топ либо сюда либо за тот минимум который здесь нарисуется если получится какой-то паттерн там ложный пробой двойной одной или что-то еще стопики конечно они есть но не такие явные на которые бы стоило обращать сильно внимание в чистом отношении я думаю лимиточки здесь победят и просветов здесь не будет поэтому общее резюме пока продаж не ищем чисто по технике и чисто по объемам толпы внутри дня можем постараться поискать покупки среднесрочно по зонам ничего не ищем далее канадец отработки у нас всех зон произошли здесь к сожалению для меня точки входа не было но те кто на пробой входили могли конечно заработать здесь поздравляю сейчас отбой 1 2 среднесрочно шартовая тенденция у нас продолжается возможно это уже закончилась коррекция идем вниз чего мы здесь ждем а вот посмотрите чем отличается вот этот кусочек до рынка от вот этого ничем не отличается поэтому то что нарисовали здесь то что мы сегодня рисовали по еврику то же самое рисуем опять и здесь есть хай явного км нет поэтому будем считать что вот эта точка будет к поэтому чего мы ждем пробой хай хая вот этого откат работу пробой лоя образование км и на ретесте пытаемся войти в продажу вот такой вариант работы единственный на сегодня я рассматриваю по инструменту доллар против канадского доллара давайте глянем на сантимент и на толпу и обратим внимание что же нам показывают здесь толпа в основной своей массе находится в покупках следовательно покупать ни в коем случае нам нельзя если у нас здесь где-то явно выраженные стопы смотрите здесь все чисто есть топики по сравнению со всеми этими объемами естественно ниже цены если мы ее пробьем можем вот эти стопы могут помочь нам двигаться дальше вниз лимитки могут тут какие-то появится нет лимит очек пока нету в чистом соотношении так понимаю здесь топики пока побеждают поэтому вероятность того что пойдем вниз гораздо выше чем вероятность того что мы пойдем вверх продавцы и покупатели приблизительно сейчас у нас находится в равенстве по прибыли просто смотрим пока наблюдаем будет рисоваться тот паттерн на котором я сказал пытаемся продать о покупках не думаю доллар против йены старая сделка у кого висит мой результат вы видели у меня первый тейк закрылся вторая часть без убытки тренд как шел так пока идет импульс коррекция импульс коррекция импульс первые цели этот импульс уже выполнил мы обновили вот эти лайки как будет дальше мы не знаем если будем пробивать вот этот хайк теперь вот эта точка у нас сигнальная раньше была вот эта сигнальная сейчас вот эта сигнальная это чисто по технике если будем пробивать этот хайк долгосрочной перспективе возможен разворот наверх пока мы его не пробили это только угадайки а то может пойти тренд наверх не может пойти это все ровно 50 на 50 угадайка но мы все знаем статистические данные что тренду всегда проще продолжится чем сломаться тренд вообще ломается только один раз и в нисходящем тренде вероятность обновления лайов составляет более 70 процентов то есть как вот здесь мы говорили о том что обновить вот этот твой вероятность более 70 процентов чем обновить этот хайк как и вот здесь мы говорили вероятность обновить этот твой более 70 процентов и только процентов 30 о том что мы пойдем выше обновлять вот этот хайк именно поэтому мы здесь и работали вниз плюс еще наши зоны которые показывают вниз для меня лично это основной сигнал потому что эти зоны Показывают мнение банков, хедж-фондов, крупных игроков и так далее То есть те, кто работают с плечом 1 к 1, 1 к 2, 1 к 4 Не мы, не мелочь пузатая, скажем так Поэтому и сейчас ничего пока не поменялось Тенденция только вниз Есть новый минимум, зоны построили Вот эта точка пока не контрольный минимум Потому что этот хай мы не обновили Чего ждем? Обновление хаев Перебой лоя, кэма Откат и поход вниз Это вариант номер 1 Вариант номер 2 Может быть мы сейчас просто хаи перебьем Откат и нарисуем опять перебитие хаи Кэм у нас уже будет повыше Тогда будем работать вниз Здесь есть у нас также области максимально наторгованных объемов Прошлых вот этих движений Понятно, что здесь всех повыносили Но тем не менее, как область поддержки может выступить И вот этот уровень То есть вариант работы вниз на обновление лоев И также к этой же зоне То есть тейк профит там же держим Никуда не меняемся 108.38 округленно Держим только в продаже Что нам показывает толпа Куда сидит толпа в процентном соотношении Так, сейчас данные прогрузятся В основной своей массе толпа сидит в продаже Ой, от сайт в покупках Ищем чисто паттерн на продажу Давайте глянем на мнение толпы По, ну где же у них стоят лимитки и стопы Явного такого фиксированного значения нет Средне выражено Нормальное состояние Нормальное состояние Поэтому мы не можем сказать Ну понятно, выше цены, ниже цены Они всегда стоят Но не сказать, что прям очень много Вот максимально выраженное скопление лимитов Мы видим, да Это приблизительно вот на этих уровнях У нас здесь Что проходит Давайте глянем Ну понятно То есть вот под этими минимумами Стоит максимальная защита Если мы и обновим минимумы Отсюда может произойти уже разворот вверх До цели можем не дойти А можем и пойти ниже Гадать не будем Никогда мы абсолютно не пытаемся угадать Куда пойдет цена Мы берем только объективные данные С биржи семьи С крупных брокеров Форекс И так далее Результаты от банков ЕЦБ ФРС С банка Англии И так далее Смотрим Только реальные данные Пытаемся действовать Именно как маркетмейкер То есть работать против толпы Пока маркетмейкер за верха Ничего не хочет В принципе по мажорам По основным пробежали Быстренько смотрим остальные инструменты На них сильно не задерживаемся Здесь Ложный пробой уже осуществился Даст если откат Можно попытаться входить Кто не даст откат Ну соотношение один к одному Никогда я не работаю Где-то с текущих входить Но мне необходимо Куда-нибудь сюда Бо цена упала И работаем вверх Далее смотрим Евро Фунт То же самое Ложный пробой есть И 50% уже есть Да посмотрите То что вчера говорил Необходимо Ну прям с текущих В принципе можно входить Давайте Нарисуем еще раз Этот паттерн Вот он Осуществился Вот он Паттерн Вход отсюда Это Стоп сюда Тейк сюда Смотрим соотношение Приблизительно получается До первых целей 37 65 Ну чуть хуже Чем 1 к 2 Но у нас Вот они наши первые Среднесрочные цели Поэтому если идти вверх Опять же там 37 1 к 4 Где-то Когда такие большие Расстояния до стопов Что можно делать Вчера В чате Это немножко обсуждали Или позавчера Можно на мелком тайме Вот в этой области Попытаться найти Тот же ложный пробой В принципе он уже есть Да Посмотрите КМ Пробой Откат 50% С текущих Если пытаться войти Можно попытаться войти Более крупным лотом Но стоп Спрятать сюда Необходимо посмотреть Другие данные Где у нас тут объемы Где там что То есть Поиск точки входа Это чисто всегда Уже субъективное дело Каждого Трейдера Я с кроссами Очень люблю работать То есть сейчас У меня висит только одна сделка Я буду конечно здесь сейчас входить После записи рынка Я войду небольшим объемом Стоп Поставлю сюда Это чисто для статистики Будет сделка То есть это не будет сделка Для того чтобы там пытаться Заработать Не заработать То есть я все статистические данные На реальном счету В режиме реального времени Годик я вот такое дело поделаю Я уже смогу в конце года Что-то сказать А стоит ли мне Брать Эти моменты в отработку Или не стоит Говорю сразу Я входить буду За результат Я Абсолютно не гарантирую То есть это Очень опасный стоп Безопасный стоп Это конечно вот сюда Но здесь Очень большой стоп И плохое соотношение Поэтому смотрите Каждый сам Что ему лично делать Далее Евро иена Все что говорил ранее Все остается Ничего мы не делаем Несмотря на то Что зоны я здесь рисую Несмотря на то Что вроде бы среднесрочная тенденция У нас идет в шорт Но вот этот флэт Меня напрягает Уже идет с 18 мая То есть ровно месяц Мы находимся в границах Вот одного такого движения Куда мы вылетим Непонятно Фунт иена Вот была ли у нас Точка входа или нет Здесь интересный момент Нет мы не коснулись Да Алерты у меня не срабатывали Ну по идее Все мы видим Опять же Кривой косой Но это ложный пробой Вот он Алерт сработает Буду думать Опять же Это кросс Если и буду входить То буду входить Очень осторожно Безопасный стоп сюда Опасный стоп Если мы здесь Где-то нарисуем паттерн И спрятать стопик сюда Хотя опять же Повторю Достаточно опасно Евро ауди Кормилица наша Сколько она тут Дала нам заработать Это просто ужас Здесь вход паттерн Здесь вход четкий паттерн Здесь вход четкий паттерн Сейчас есть минимум Есть зоны Давайте глянем Котировки этих зон Раз они новые 1.47.72 Половинка 1.48.36 Для похода вниз Пробой вот этих максимумов Нежелателен Хотя допускается Потому что Явный КМ у нас Это вот эта точка То есть вот эти максимумы Мы вообще не должны пробивать Вариант От четвертиночки вниз От половиночки Можно тоже вниз Давайте глянем цели Цели у меня даже Не нанесены 1.46.068 Первая среднесрочная цель Дальняя среднесрочная цель 1.44.82 Вероятность того Что мы пойдем к ним Высока Но пока лишь Не превышает 60% Потому что Закрытия ниже Вот этой зоны У нас пока еще не было Аудиена Очень как-то По глупому себя ведет Понимаете Закрытия выше Вот этой одной второй До сих пор не было Что очень опасно Говорить о том Что мы Должны работать Что вот это все Коррекция Мы не можем Потому что мы даже Тут вот эту точку Не перебили Если по технике Смотреть Здесь эту точку Не перебили Мы находимся В рамках вот такого Движения Паттерн Есть Да Какой-то там То есть у нас здесь Был первый паттерн Где вот здесь Но я не рекомендовал По нему входить Потому что мы Перебили вот эту точку Мы рисовали Вот такой паттерн Откат И поход вверх Это по технике Зоны нам не дают Пока еще работать Вверх И даже до сих пор Не дают Посмотрите Где было закрытие Опять же Закрытие у нас Пока в зоне Поэтому вот эта область До сих пор Пока является Областью Самых выгодных цен На продажу Ничего не делайте По этому инструменту Золотишко Идеально Да Одна вторая Вчера протестировала На точке входа По моему не было Я и не входил Ничего здесь у меня не было Сейчас новые зоны Котировки 1267.47 Половинка 1278.01 Пробуем работать Откуда-то отсюда Если вот мы сейчас Пойдем обновлять ХАИ Вот он паттерн Это раз Вариант Повыше Где-то тут Также можем найти В общем смотрим Ищем точки входа В продажу Пока И остается у нас нефть Те кто Входили по этому прогнозу Все красавцы Сегодня получили Тейк Чувствуете да Сразу вот она Пошла защита Как бы смешно Это не было Но это защита Сейчас я покажу Вот этих покупателей Покупателей Которые у нас были В районе 50 Ровно скажем 50 25 Вот в этих 50 Вот в этих 25 Пунктах Те покупатели Которые были Вот они Защищают Свои позиции Может быть Конечно И отсюда Кто-то добавляется Пока еще Мы не дошли Но надо смотреть Что у меня здесь Зоны Как-то Понарисовались По четкому Вот Поэтому Что новое делать Ну можно Новую зону Нарисовать 45 31 45 99 Отсюда Можно Пытаться Опять Искать Продажу Отсюда Паттерн Либо Отсюда Паттерн Среднесрочные Цели Вниз У нас Теперь Давайте Нанесем 43 40 42 14 Метимся Куда-то Сюда Все На сегодня Заканчиваем Опять Немножко Долго Получилось Всем Желаю Удачной Торговли Всем Профита Кому Что Непонятно Всегда Стараюсь Отвечать В скайпе В личке Скайп Есть Подписи Пожалуйста Обращайтесь Заранее Извиняюсь Если Долго Перед кем-то Отвечаю Потому что Не всегда Я его наблюдаю Находится В режиме Не беспокоить Скайп У меня Когда захожу Могу ответить 5-10-15 Человек И смотреть Дальше Уже Отдыхать Поэтому Отвечу Всем Но может быть С небольшой Задержкой Все Всем Профита Всем пока Встретимся Завтра На утреннем Обзоре